вот вы видите друзья новую стройку и тут у нас значит там крыша деревянная а стены из таких бетонных чушечек и вот я вам эти чушки хочу показать вот они тут валяются они полые вот из этого здесь строю так и так что ведь это сейчас повсеместно да короче во флориде принят код строительства который то есть застройщик обязан строить по определенному коду естественно это вот что есть у тебя защита должна быть категории 5 от хури кейна после вот всех этих вот а максимальная какая ну вот это максимальная на текущий момент а нет hurricane ну я не знаю может быть бывает и 6 7 хотя хотя это очень редкость то есть у нас даже вот 5 категории здесь я честно я не припомню что было отлично ну то есть это как бы требование современных технологий вот строить из таких материалов да да и и как многие дома старые они построены не так если будет что-то серьезное их просто сдует вот если вы видели последний хури кейн который шел вот по заливу туда на север флориды да и там есть такая не знаю так вы видели фотография где вот все разрушены только один дом стоит нет нет не видишь а вот такой вопрос с точки зрения страхования недвижимости вот там где вы сейчас живете страховка входит в ассоциацию просто не вы лично не страхуете квартиру сейчас до торги вот сейчас это да там сейчас дом весь там билдинг весь страхуется к это безумно дорогая потому что во первых это самая кромка моря это самая вот это затопляемая до область и хочет что-то в год порядка миллиона долларов стоит от своих фактически вот то что вы тысячу в месяц там платите существенная часть идет просто в страховку конечно теперь вот этот дом который вы купили вот здесь вы его индивидуально должны страховать или как ну если ты морги берешь что это обязательно не нет все понятно да вопрос же в чем вы же можете выбрать компанию где вы страху да 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 значит вы должны страховать дом почем страховка это мне предстоит еще узнать но приблизительно где-то то что сейчас предлагает пульты вот это вот компания кто строит у них есть своя страховая да ну конечно они там со всех сторон пытаются заработать и соответственно вот то что они предлагают это что-то в районе 2 800 за год 2 2 800 за дом стоимостью 500 тысяч значит 2 800 за год но это включает это это дороже чем у нас на раз в пять но это защищает то включается от хорикейнов хорикейн затопление вот это серьезно но это не очень серьезно страховка потому что она например не включает последствия там рабы и как сказать ограблений нет нет это как бы так неестественно да это только это только страховка страховка как от от эксидент дизастр до поля то есть это 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 защищается страх черно это не защищает вашу собственность которая поэтому я и не хочу у них страховаться потому что есть страховки дешевле которые включают все понимаете вот вот собственно и что там еще есть в таких делах таких местах где вы живете я думаю там еще существенная разница в том какой дедакта был и сколько они покроют например если у вас допустим там ущерба на миллион да они покроют там скажем вот начиная с 200 тысяч а первые 200 тысяч ты платишь сам или они покроют там допустим ты платишь первые там не за 20 тысяч или 50 они уже все остальное или они платят но не больше половины там там очень много тонкостей то есть бывает что платишь много а защиты никакой не тут они пристегнулся вот дмитрий говорит что здесь в этих домах живет много людей пожилых там как бы ближе к пенсии или уже на пенсии и что здесь квартирку можно купить там ну совсем недорого типа там 1120 то есть ограничение по возрасту есть ограничение по возрасту кто может а то есть если ты молод ты просто не можешь там купить я понял чтобы не шумел тут дети чтоб не бегали и кого не беспокоили покупать на своих бабушек дедушек а потом сам жить то есть как то так ну то есть как бы мухлюют да как там как-то люди находят какие-то варианты что реально цена ну такая очень дешевая вот мы со средой могли бы здесь купить а а сдавать уже там нельзя да или можно сдавать маловероятно то есть наверное да если цена субсидированная но как бы такая вольготная и по возрасту ограничения наверное снимать сдавать нельзя да но только опять же если ты найдешь как кого-то там знаешь как договоришься что если человек на на долгий срок у тебя снимет это и ты его пропишешь как своего родственника типа то нужны какие-то такие левые варианты к сожалению на левых вариантах очень опасно строить какие-то ну да денежные отношения хотя некоторые они как бы долгосрочные варианты вообще понять не могут о чем речь то есть для них важно сегодня вот а дальше война покажется